И вначале о важнейшем, если не сказать эпохальном событии для российского флота и всех вооруженных сил. Сегодня в Северодвинске спущена на воду атомная подлодка «Белгород», которая станет первым носителем оружия нового поколения беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», способных с высочайшей скоростью перемещаться на межконтинентальные расстояния. За церемонией по видеосвязи наблюдал Владимир Путин. В Санкт-Петербурге президент посетил судостроительный завод «Северная верфь», где принял участие в закладке двух серийных фрегатов. Кроме того, глава государства лично посмотрел, как обновляется центр города. Из Петербурга Салимазариф. Сегодня особенный день для военных моряков. Одновременно столько важнейших событий. Буквально на наших глазах создается будущая мощь военного флота. На Северной верфи сегодня закладывают сразу два фрегата. Это адмирал Амелько и адмирал Чичагов. И сваривают блоки корвета «Меркурий», названного в честь героического корабля Черноморского флота 19 века. Поздравления судостроители получают от президента. За последние годы набран высокий темп обновления корабельного состава. Предстоит еще сделать очень много. Поэтому обязательно будем поддерживать нашу судостроительную отрасль. Спасибо всем, кто трудится на предприятиях Санкт-Петербурга, Калининграда, Северодвинска, на других верфях нашей страны. Верховный главнокомандующий сам устанавливает закладную доску к первой секции будущего корабля. Эти фрегаты из так называемой адмиральской серии 22-350. Многоцелевые предназначены для дальней морской зоны. Головной корабль этого проекта адмирал Горшков в прошлом году пополнил состав Северного флота. А первый серийный адмирал Касатонов буквально в это воскресенье отправился на ходовые испытания. У младших братьев Касатонова, Амелька и Чичагова на вооружении будет больше калибров. Вы делом доказываете, что можете решать самые сложные, амбициозные задачи. Уверен, что так будет и впредь. И общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. И как в таких случаях говорят, 7 футов под келью. Президент выходит на прямую связь с Северодвинском. Там, на Севмаше из Эллинга, выводят атомную подводную лодку «Белгород». Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. Президент отмечает важность соблюдения сроков строительства. А в прямой эфир выходит калининградский завод «Янтарь». Там сегодня тоже двойное торжество. Закладывают большие десантные корабли проекта 11711. Они предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На них могут поместиться 13 танков, 36 БТР, либо 300 военнослужащих. Рабочие Северной верфи не упускают возможность лично поговорить с президентом. Они в ожидании перемен для предприятия сейчас возводят новый судостроительный комплекс. И тогда верфь сможет строить крупные танкеры и газовозы. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы взяли под свой контроль строительство этого нового комплекса. Чтобы на фронтоне здания написано «СССР является великой морской державой». И было написано то же самое на новом комплексе нашем. «Россия – великая морская держава». На память Путину дарят модель того самого фрегата, который он заложил сегодня. Он такой будет серый, да? Да. Не белый, а серый. И просят расписаться на своих белоснежных касках. Буду бегать, носить не буду. Посещение.